Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчиков. Сейчас я ее зачитаю, прокомментирую. И ваши комментарии тоже будут интересны, что вы думаете по этому поводу и девочку поддержать нужно будет. Здравствуйте! Смотрю ваши видео периодически, когда есть время. Не думал, что когда-либо придется обратиться за советом, либо рассказать вам свою историю. Письмо очень длинное. Я казашка из Казахстана. Живу в Турции три года с перерывами. Работаю в туризме, в антелле Анталийского побережья. Познакомилась с турком через его дядю. Встречались семь месяцев. Зимой я уехала домой, собиралась отдохнуть, прилететь к апрелю. Он мне оплачивал все расходы. Потом, через месяц после прибытия домой, он начал говорить, я тебе говорил, не уезжай, я хочу познакомить тебя со своей мамой, с родственниками. В итоге я прилетела через месяц и снова с документами на руках. Жила на квартире, он ее оплачивал аренду три месяца. Я устроилась снова на прежнее место работы. Ему 41 год, не был женат, детей нет, мне 28. Я сейчас буду немножко иногда останавливаться, чтобы давать комментарии по ходу, беседы психологические. Он живет со своей мамой в Анталии. Квартира своя. У них обычно принято выкупить участки поблизости. Построили они двухэтажные дома. На первом этаже он с матерью живет, на втором его брат с семьей. Вся его семья и родственники живут все рядом, практически на одной улице. У него пять братьев и одна сестра. Из братьев он самый младший. Он также работает в отеле, только в другом. И они с братом-партнером открыли игровой салон. Два года, как, наверное, он по профессии бухгалтер. И спокойный, не курит, не пьет. Очень редко и в малом количестве выпивает. Не игрок. Но часто сидит в интернете, инвестирует деньги на фондовой бирже. Обо мне заботится. Дарил подарки, помогал всегда, любил. Можно сказать, души во мне не чаял. Но очень зависим от чужого мнения. Хочу сказать, что девочка из Казахстана и традиции турок. И Казах очень похожи, поэтому здесь этому уделяется внимание. И те, кто, например, из стран России, русскоговорящие девчонки, могут немножко к этому так относиться. Она здесь на это акцентирует внимание, что по традициям. У Казахстана сильные традиции. Короче говоря, акцент на это здесь делал. Решили жениться. С моей мамой лично он не знаком. Мы решили, что на свадьбе приедут, сразу все на месте познакомятся, чтобы не было много растрат на перелеты всякие. Все растраты на свадьбу он брал на себя. Хотя по нашим традициям мы могли бы сделать две свадьбы. Одну у себя на родине, с моей стороны. То есть девочка бы родители ее платили. И вторую свадьбу здесь, в Турции, с его стороны. Но решили делать только одну здесь, в Турции. Познакомились с его семьей, родственниками. Все были рады, приняли меня хорошо. Но один брат особо мне не был рад. Мне так показалось, что он такие вопросы задавал. А ты действительно его любишь? А не загражданство ли ты хочешь выйти за него замуж? А у вас разная культура? Ну что-то в таком роде. Честно говоря, какое тут гражданство особо турецкое? Не это, не супер такое. Крутое, да? Тем более девочка официально работала, у нее была виза трудовая. И разная культура. Наоборот, у казахов очень похожая культура с турками. Я бы не сказала, что я прям по уши была влюблена. Но он мне нравился. За поступки и хорошее отношение ко мне. За это все, конечно же, можно и полюбить. Мужчину, впрочем, так все со мной так и произошло. Мы начали собирать документы на свадьбу. Так как я иностранка, нужно было сделать много переводов различных, сдать кровь и так далее. И перед этим мы не рассорились. Так как один документ имел срок 3 месяца. Нужно было все быстренько собрать, сдать в ЗАГС. Из-за пандемии ЗАГСы работали плохо. Все работы приостановились. И его брат, который не взлюбил меня, все время говорил ему. Может, вы повремените со сдачей документов. Подождите немного. Есть еще время. Ну и затянулось все это дело с документами. Уехал с родственниками в деревню на время пандемии на месяц. Торчал там целый месяц. Якобы поработать там надо ему. Что типа без толку в Анталии сидеть. Все же закрыто было. Я его ждала. Потом он приехал и трехмесячный документ в итоге просрочился. Который подавать на свадьбу. Я в консульстве потребовала, в консульстве на основании просроченного документа новой с заменой. Таким же сроком на 3 месяца. Столько невротрепки, денег ушло. Тут он начал мне говорить, что ты проблемная. Вечно что-то вылазит у нас не так. Наверное, Аллах не хочет, чтобы мы ему поженились. Это значит не судьба. Мы поссорились. Потом в итоге документы почти собраны. Но только осталось апостиль поставить. Он мне говорит. Вот я как раз с матерью якобы. Она дала мне уже благословение. Подождите. Она дала мне благословение мать ему. Но сказала, ну 3 месяца еще подожди, не торопись. Он говорит. Я должен подумать еще хорошо. Дай мне время. День. Я разрыдалась. Конечно, было обидно. Но он подумал и вечером сказал. Хорошо, поженимся, не переживай. Я точно настроен. Потому что у мужчин бывают боязни, страх пожениться. Вот типа это у меня есть. В итоге надо было нам ехать сдавать документы, ставить этот апостиль. Все документы, короче, были готовы. Надо идти в ЗАГС сдавать, брать дату росписи. А он мне говорит. Ой, у меня спина болит. Может, ты сама езжай, поставь апостиль. А потом там встретимся в ЗАГСе, сдадим документы. Я уехала. Он мне звонит и говорит. Мне нужно поговорить с тобой серьезно. Я не хочу на тебе жениться. Я поменял свое решение. Прикиньте, девочка поехала ставить апостиль в этот день. Потом они встречаются, чтобы подать документы в этот день в ЗАГС. Он ей говорит, а я не хочу на тебе жениться. Нормально вообще. Ты очень хорошая девушка, достойная жена. Но для нас так лучше будет. У нас разные взгляды на жизнь. Ты свое мнение ставишь выше моего. Ко мне редко прислушиваешься. Я не хочу потом разочаровываться еще больше, чем сейчас. Мы не будем счастливы вместе, а потом ребенок будет, а мы разводиться будем. В общем, ничего хорошего не выйдет. Я еще и сон плохой видел. Там женщина сказала, вы не будете счастливы вместе. Да и документы вечными у нас загвоздка происходят. Не судьба, короче говоря. Я, конечно же, разочаровалась. Все мои мечты и планы рухнули в один миг. Просила его подумать, не рубить с корня, сгоряча. Я работала всегда в отеле. Нам предоставляли жилье, работу. Но в связи с пандемией отели позакрывались. Работы не было и до сих пор пока не открыли. Он меня содержал во время пандемии. И тут мне нужно было съезжать с квартиры и искать, где остановиться. Я оказалась в очень трудной ситуации. Обзвонила всех подруг, знакомых. Они, конечно, рады были мне помочь. Но я взяла себя в руки, нашла в один день жилье и новую работу. И вышла совершенно на другую работу в ресторан после пандемии. Так как выхода больше у меня не было. Прикиньте, я чисто по-женски остановлю. Он ей свадьбу обещал, все понятно. Помогал деньгами. Потому что пандемия. Она заработала до этого 3 года. Она здесь не только переехала ради него. Они тут познакомились. Он ей помогал. Ему 41 год вообще-то. Если что, ей 28. И он ее просто в один день во время этой пандемии, когда у нее нет денег, он ей снимает квартиру, он ее кидается свадьбой своим причинам. Она остается без денег, без работы, без квартиры. Она съезжает, потому что нужно за нее платить больше. Мне вот честно по-человеку сказать, ну ты хотя бы ей пару месяцев оплатил квартиры. Потому что ты же с ней спал, ел. Женой своей называл, свадьбу собирался вот-вот делать. И просто все обрубить в один момент. Это просто мне по-человеку. Это некрасиво. Какой бы ты в стране я ни был, ни жил. Короче говоря, выхода больше у меня не было. И он звонил мне, переживал, спрашивал. У меня проблемы будут? Обращайся. Я помогу, чем смогу? Ну и после якобы расставания мы две недели общались как друзья. Он вечно жаловался, что он несчастлив, не может найти работу тоже. Потом в мой выходной день мы пошли на море с ним вместе. Я ему сказала, что я с собой подругу возьму. Он сказал, нет, приезжай сама одна. Мы пообщались, провели время как друзья. Он мне говорит, я хотел извиниться перед тобой. Я сожалею, что так поступил. Но ты меня не слушаешь, делаешь по-своему. Если бы не ты, то все бы у нас было уже давно. И мы бы уже 30 раз поженились. Вся проблема в ней. На нее перекинул. Молодец. Мы бродили детей. Ну и начал, короче говоря, стрелки на меня перекидывать. Что я виновата во всем. Я начала его обвинять, что его не я бросила вообще-то. Не я поменяла свое решение жениться. Я сказала, извинения, я тебя приму только с обручальным кольцом. Каким-то сюрпризом для меня. Также я ему отдала визитки свадебных платьев. Я ему вручила, возьми, говорю, на, тебе пригодится. Он сказал, не глупи, я тебе выбрал платье, фотки скину. Короче говоря, в итоге все на этом и осталось. В общем, мы пообщались пару раз, общались по телефону, спрашивали, что у тебя дела. В общем, он слился, короче говоря. И вот и работаю я до 12 часов ночи. Полный день. И спортом времени позаниматься у меня нет. Я с девчонками хожу в 12 часов ночи в парк заниматься спортом. Ну, кстати, где вот эти тренажеры, мне кажется, ну, нормально для туристического, скажем так, места, это не проблема. И ему это не понравилось, что я поздно ходила, и якобы другого времени я не нашла. Надо заниматься спортом не по ночам. Вот ты меня не слушаешь, он ей предъявляет на этом фоне, да. Я тебе говорил не ходить поздно в парк, так, в 12 ночи, даже на тот же спорт. А я, типа, такая плохая, я его не слушаю и делаю по-своему. В итоге он ее заблокировал везде, заблокировал в WhatsApp, ну, и номер, наверное, тоже заблокировал. Я не звонила, не проверяла, не знаю. Я ему тоже все высказала, что, извини, у меня нет другого времени ходить в парк. И вообще, почему я должна слушать человека, который меня бросил, разрушил все мои мечты, и по хорошему счету я должна ненавидеть тебя. Но я этого не делаю, потому что чувство есть. Если хочешь заблокируй, это твое право. И на все, на этом, после этого тишина. Галина, посоветуйте, пожалуйста, как быть, если он снова начнет писать. С уважением, подписчица. Девочки, пишите комментарии, что делать, если он снова начнет писать. Я его уже и посоветовала, в принципе, это такая свежая история на этих днях происходила, поэтому я так взяла ее вне очереди и сразу снимаю видео. Ничего, игнорирую, блокирую, короче, не надо унижаться и с ним контактировать. Пошел он нафиг, вот что скажу. Других слов у меня на этот счет нет. Почему? Тебе, конечно, интересно, почему так произошло, почему мне доставили боль. Во-первых, про тебя начну, да, немножко скажу. У тебя изначально отношения были не по любви. У тебя другие потребности к мужчинам. Меня, ты даже сказала, я не была по уши влюблена, но я, любовь пришла со временем, любовь не приходит. Со временем это другое чувство, это не прям влюбленность, это уважение какое-то, да, притирка определенная, человек становится приятным. Но этой искры изначально не было, это сказала, что мне он был приятен своими ухаживаниями, тем, что он меня добивался. То есть тебе нужны были внимания. Это не через любовь отношения, да, через как царевна сидит в замке, ее добиваются или там спасают каким-то образом. Добиваются внимания. То есть это уже не любовь. Это другая история идет. Это человеку, то есть тебе нужна манипуляция определенная на внимание мужчины. Это вот отсылочка к отношениям с папой или к родителям твоим, да, что тебе нужно, чтобы тебя дарили цветы, подарки, так ты воспринимаешь любовь этим вниманием. Про него. Это неудивительно, что он соскочил. Фигово то, что да, он тянул, ты год потратила на это, это неприятно. И это бы не каждая, в принципе, поняла тоже. Это надо быть либо очень прохаванной, прошаренной, опытной, либо, ну, либо психологом. Знаете, на твоем месте могла быть оказаться любая девчонка, потому что это определенный психотип человека. Этот мужчина трус, по жизни трус. Он ему 41 год, он не был женат, нет детей, он живет с мамой. Я не говорю, что он какой-то, извините, задрот какой-то, да, никому не нужен и не устроенный по жизни, у него у нас работа есть и все такое. Он боится, у него страх отношений, он боится замуж, жениться, он боится брака. Он боится, самое страшное, брать на себя ответственность. Его главный страх, как ты сказала, он зависим от чужого мнения, от своей семьи, мамы, брата. У него страх отношений, потому что он боится брать на себя ответственность. Его всю жизнь напекала мама и семья, он не брал ответственность на себя ни за что. Это тот ребенок был, который в детстве вбежал, стукнулся об стул, как вот здесь в Турцию очень многие так воспитывают, это неправильно, подходить и ругать стул. Говорит, ой, стул какой плохой, нашего там Мехмеда ударил по ножке. Ай-яй-яй-яй, давай, Мехмед, накажем его. А-та-та-та-та, стул, давай мы тебя переставим в коридор и там в другую комнату унесем, накажем этот стул. Нашего мальчика обидел. Разве стул виноват? Стул стоял. Это ваш Мехмед бежал, пнул этот стул, несчастный ударил свой палец. Не стул виноват, а Мехмед. И Мехмеда надо было пожалеть в этот момент, поцеловать, обнять, маме, дать внимание и сказать, ну, дружок, в следующий раз будь поосторожней. Это твоя вина, это твоя ответственность. Вот и все. Это родителям на заметочку, да? Кто воспитывает детей, особенно в Турции. Я не позволяю так ругать какие-то вещи по отношению родственников турецких к моему ребенку. Это не вещь виновата, она не двигалась. Ребенок должен понимать, что это от него ситуация зависела. И в следующий раз просто он будет бежать и опять пинать эти стулья. Но если он будет знать, что это он делает, в следующий раз он будет аккуратнее и понимает, что это ему будет больно. И это его вина, как бы это он делает, а не стул. Окей, эту тему закрыли. Так вот, этот мужчина всю жизнь он был не приучен брать ответственность. Поэтому он до сих пор не женат. У него нет детей, у него нет ответственности. Он играет, ему хочется этого, но в силу своих комплексов и проблем ответственность взять на себя не может. Поэтому он играет в отношения, в любовь. Он очень быстро себе предложил жениться, с родителями знакомиться. Вот это вся история. Он этого хочет, но он боится. Боится ответственности. Если ты скажешь, он там за меня, за квартиру платил финансово, помогал, что к тебе, собственно, дорожечку ты проложила, тебе это нужно было. Внимание такое от мужчины, ты этого хочешь. Так у тебя заботой такой проявляется любовь. Для него это не показатель. Ему проще дать денег, как-то что-то заплатить, но посмотри по фактам. Потом, что он сделал? Он когда подошло, он заигрался настолько, когда это приняло реальный оборот, он начал придумывать всякие истории, пропуксовывать с документами специально. Он думал, что ты соскочишь, с тобой поругаться. Он искал повода поругаться. И он понял, что ты все равно, как танк упрешь до конца. И он уже вышел на честный разговор, тебе сказал по-честному, что как трус, как человек, не можешь взять вину на себя, ответственность. Он и вину на тебя потом при встрече переложил специально. Ты виновата, ты меня не слушаешь. Да, виноват Аллах, у нас не судьба, документы просрочиваются. А мне мама сказала, а мне брат сказал. Вот это вся фигня. Ты радуешься, что тебя отвело. Это просто не твой попутчик. Это мешок на твоих плечах, который будет сидеть всю жизнь. И тебе нафига такой муж нужен, понимаешь? Он никогда ни за что в семье брать ответственность не будет. Ты будешь одна тащить, пахать. Он может ходить на работу, получать, например, деньги. Но по дому, за ребенком, за всем, и ты всегда будешь виновата, все на тебе будет. Ты будешь вот этим мотором в семье, от него помощи никакой никогда не будет. Как что-то серьезное, какой-то вопрос, он всегда в кусты. Или ты всегда виновата. Тебе зачем это чувство ответственности и вины нужно? Не надо на одни плечи, на себя все это брать. Вы должны в паре это все делать, в отношениях, раз у вас все так серьезная свадьба. Он тебе просто заскочил. Он изначально, он планировал, хотел. Он тебя любил. Но его страх отношений и страх принятия ответственности оказался сильнее вашей любви. Ты встретила слабого мужчину, который выбрал не тебя, а выбрал дальше обслуживать свой, окучивать свой страх. Он найдет тебе новую. Он ее полюбит, допустим. Он будет думать, что он любит. И он, скорее всего, тоже не женится. А женится он потом, если в жизни один пробудет, либо очень поздно-поздно-поздно. Короче, это такой баланс, скажем так, ненужный тебе, как девочке, которая готова пахать, работать, не боится труда и все в порядке. Тебе это не надо. Это для тебя абуза, не твой человек совсем. Спокойно отпускай его. Нет у тебя к нему любви. Я тебе так скажу. У тебя отношения не с любви начались, а с притирки. Потому что у тебя воспитание такое есть. Это посмотри историю вашей семьи, сценарий своей мамы, как она с папой твоим знакомствами, у нее ощущения при этом были чувства. Возможно, ты повторяешь мамин сценарий. Стерпится, слюбится. Когда познакомили родственники, и любовь пришла со временем, он заявил мое внимание подарками, съемом квартиры и всем прочим. Не говорю, что там меркантильное или плохо. Нет. Просто не любовь, как чувство, а забота. Тебе вот это вкладывалось в голову с детства. Либо от родителей ты это получила, либо в воспитании. Чтобы быть счастливой, надо в первую очередь в отношениях, когда знакомишься с мужчиной, обращать внимание на свои чувства, эмоции, на влюбленность. А потом уже на все остальное. А если ты будешь так подходить и смотреть, ну, чувствовать, да, любовь у тебя будет появляться со временем, типа, стерпится, слюбится, и он хороший, потому что он мне дарит подарки, ну, какие-то там минусы есть и все прочее, тебя будет приводить к таким результатам нехорошим, как у тебя сейчас было. Если бы ты смотрела на влюбленность, ты бы уже по-другому, другими глазами смотрела и видела, может быть, заметила его страхи, вот этих свадеб и всех прочих дел, даже его при хорошей игре, ты бы не чувствовала его. Ты бы почувствовала эмоцию от него другую. У тебя была бы влюбленность, у него, например, тоже она должна быть, да, а ты бы не почувствовала. Ты бы уже тогда сразу прочухла и начала ощущать, что он по-другому, да, он дарит подарки, что-то, но в каких-то моментах он тебя кинул с квартирой, черт побери. Пандемия, нет работы, у него тоже, но у него семья есть помощь, да? Он мог бы как-то, хоть какой-то копеечка помощи тебе квартиру, комнату снять, чтобы тебе пожить было, где вот эта ситуация, просто он тебе кинул. Ну, какой тебе муж, о чем еще речь? Поэтому для здоровой, правильной психики ты его забываешь, блокируешься так же, на контакт с ним не выходи, никакого общения, никого там будущего быть не может. Это балласт, мешок тяжелый на твоих плечах, который тебе предстоит тащить, если ты с ним будешь, тебе это не надо. Не унижайся, ты хотела выйти замуж, у тебя 28 лет, тебе дают родственники, у тебя воспитание такое, да, мусульманское. Ну, согласись. И тебе просто надо выходить замуж. Но это не тот человек. Ты найдешься лучше, благодаря вот этому опыту, который у тебя случился. Девчонки, пишите комментарии, что делать, когда он снова обратится, какими словами ему нужно ответить. Ждем ваших комментариев с ней под видео. Спасибо за внимание. Всем пока.